приветствую со канале asmd play мы продолжаем играть ассасин 2 а где у меня рука история поехали наследство дезмонт чтобы нырнуть пробить и удерживать многих окей на уберите мечи вы же хотите арестовать меня да да не хотят завалить так чего ты хочешь ну этому не бывать может обсудим другим ненавижу такие моменты на него разворот и так поступим со вторым все теперь выбираем кулаки идем куда-куда сюда нам сюда нам сюда пошли вон что он делает так и кто же за мной там бежал страж что вам не понравилось я видеть мирный житель а так я и прибежал куда надо еще открывай мамаша дверь я привел товарищей это аудитория что ты делаешь здесь такой час это я не погоди сынок отдышись отдохни мой отец и братья в тюрьме мне поручили передать вам это теперь все ясно это недоразумение это я все улажу как в этих документах содержится доказательство заговора против твоих родных и города утром я представлю их на заседании суда и твоих родных освободят спасибо синьор конечно сынок тебе есть где переночевать можешь остаться здесь но грация там уже ждать вас на саде не волнуйся все будет хорошо который надо будет уничтожить ну не будем спойлерить кто это и кто это и зачем она у нас сейчас его еще были случайно извините граблю людей получит сломанный спрятанный клинок есть да нет подожди сумки сумки есть а вот покрасить одежду в какую вот вот в этой покрасим отлично тогда до встречи все теперь это более такой импозантный свален уйти идеи челядь и кстати теперь может даже картины открылись исцеляю всех божьей твари исцеляешь чем больше тварь тем больше исцеления наемник вот видите карта не открыта и мучайся теперь бегать так мне сюда зачем сюда смотреть на казнь собрание будет проведено после казни а ну да на казнь джованни аудитория вы и ваши сообщники обвиняетесь в измене чем вы можете доказать свою невиновность документами которые были доставлены вчера тебе я ничего не знаю об этих документах он лжет надо подобраться ближе в отсутствие каких-либо убедительных доказательств обратного я вынужден признать вас виновным вы и ваши сообщники приговариваетесь к смерти это ты измене куберта и один из них сегодня ты убиваешь нас но когда-нибудь мы убьем тебя клянусь мы отец так эй хватайте мальчишку он один из них вот как ты поплатишься за это просто так кража это броню мы сразу сейчас так не убьем назад это беги отсюда парень поскорее спаливаю это то в броне не сможет уграться вы езжи другие скоростные тихо 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 давай давай-давай-давай ножками город ножками не вставай на себе ну так свалили город тень вы в розыске стражи У меня к тебе небольшая просьба. В Италии времен Возрождения я нашел несколько мест, отмеченных странными знаками. Я не знаю, что все это значит, и хочу, чтобы ты это выяснил. Ребекка отметила их координаты в базе данных. На карте они отображены значками в виде глаз и сияния. Найди их. Найди их. Вот, это, кстати, тоже одна из интересных мулек, которую я буду делать. Глаз и сияние. Мне надо... Мне надо... Давайте для начала вот сюда пойдем. Ой. Мессер Эцио, слава богу, я ищу вас по всему городу. Мне не удалось помешать им. Я пытался, клянусь, но их было слишком много. Пойдемте со мной. Вам нельзя здесь оставаться. А что с моей матерью и сестрой? Я отведу вас к ним. Нет. Нас могут увидеть вместе, это слишком опасно. Скажи, где они, и я приду туда сам. В доме моей сестры. К северу от собора. Я иду туда. Подходи, не стесняйся. Посмотрите на мою небольшой. Давай, картины есть? Картин нет. Карты сокровищ? Принять. Спасибо за покупку. Будем вас просто брать. Ой. Так, а как мне туда пройти-то? Ну-ка, давайте-ка немножко сменим тактику. А мне все равно туда. Что такое драка? Ладно, попробую в обход обойти. Лечу все. Драка мне не нужна, по крайней мере сейчас. Не в моем нынешнем положении. Наемник? Похоже на то, зачем. Пусть постория это. Так. Во, чтоб. Глазами, да, обозначено, значит. Пока ползи-ка наверх. Опа. Так, где? Подождите, подождите, не спешите. Поразаат. Так. Где-то идут частички воспоминания, да, есть. Ну-ка сюда. Блин, может уже. Может и не здесь. Ладно. А может и здесь. Посмотрим вниз. Никакого сена. Ай-яй-яй-яй. Поднимаемся. Куда ты? Мне сюда надо. Спускаемся. В жизни не видел такого страшного. Жизнь замерзула. Ачестные товары, заразу. Давай посмотрим. Ремонт не нужен. Доспехи. Возьмем. Оружие. Короткое оружие. Боя припасы. Возвращайтесь в любое время. Ладно. Броня немножко. Получше стало. Блин. На хрен ты мне нужен. Прошу прощения. Исцеляют почти все болезни. Блин, блинский. Ага. Там внутри. Попасть надо туда только. А попасть туда так просто не сможешь. Я знаю, что вы врачи живет прямо с мостом. Главное. От того, что мы будем драться, тоже нам в честь это не сделает. Ни холодно, ни жарко. Радно, идем. Так, 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 так. Нет. Отдыхай. Это бегун. Подходите, друзья. У меня есть все... Что у тебя есть? Нет у тебя ни хрена. Понимаю. Хорошо, я закажу больше запрестольных образов. Еще один чужак. Так, так, успел убежать. Так-то по крыше мы в идеале надо бежать. Вот мы чем сейчас и займемся. Господи, потому что ума. Добавить мы так недолго пробежим-то. В итоге все-таки кто-нибудь, какая-нибудь собака, этого вяжется, тем более нам там еще область открывать. А вот и вышка. Сколько о тебе говорили. Как тебе не страшно подавал дым по черепицам бегать? Это же хрупкий материал. Чего это и все вниз? Ладно. На карте обозначен глазами. Может, я обозначил. Так, только я что-то не вижу, чтобы обозначение было. Я примерно-то помню, на каких домах было устроено. Так, карта, маркет. Так, а где легенда? Так. Так, свой маркер, город Флоренция. Так, рим. Места. Воспоминания. Начало фрагмента. Гонка, драка, курьер, убийство. Гробница ассасина. Убежище тамплиеров. Точка обзора. Страница кодекса. Восстановленное. Чего-то там. Особое воспоминание. Вот особое воспоминание, может. Это я имел ввиду? Так, комната Марии, святилища, сундук нет. Фракции. Экономика нет. Огонь. Романник, огонь. Утрытие. Стражник. Галашатый чиновник. Плакат сокровища. Леонардо. Цель, друг, цель. Вот, скорее всего, особое воспоминание будет. Вот, оно. Ну-ка. А ты его глазом, да, назвал? Ну, все равно пока такого не видел. Ладно. Посматривал местность. И вниз. Где-то. Кто-то все закладет. Специально для меня. Спасибо, конечно, но похоже. Что за тайна? Я прибыл. Петушка открывает. Смотрите, какая мадам, да. В квартале красных фонарей. Это дом всех славчей. Боюсь, это не тот дом. Нет, это он. Мне именно туда. Я боюсь, я куча денег. Это точно туда. Рада познакомиться с тобой, месьер Эдзо. Анетта, хорошего мнения о тебе. Понимаю, почему. Спасибо на добром слове, донна... Типрего. Зови меня Паула. Спасибо за то, что приютили мою семью, Паула. Не стоит благодарности. Ты должно быть устал. Может, приляжешь... Нет, грация. Я не могу остаться. Почему? Куда ты собрался? Убить Уберту Альберти. Я понимаю, ты жаждешь отомстить. Но Гонфоланьер опасный противник. А ты не убийца, Эдзо. Не нужно нравоучений. Но я сделаю из тебя убийцу. И вы хотите научить меня убивать? Не убивать. Я научу тебя, как остаться в живых. Пойдем. Принять, конечно. Такая приятная прогулка с домой. Мы должны свободно ходить по улицам на виду. Но невидимое. Ты тоже должен уметь научиться смешиваться с толпой. Они, кстати, все в историю входят. Видите, Ребекка, этих девочек точно можно снять. Готовы спорить, что их можно использовать в качестве прикрытия. Постарайся отправить их вперед, чтобы они отвлекли стражников. Так, крутизаны. Девочки научат тебя. Научат. Хорошему научат. Вот, Паула. Видите, может, она действительно такая была при жизни. Мадам, заведение Ла Роза Калта. В книгах по истории очень мало сведений о Пауле, но в архивах Флоренции есть данные о том, что она осиротела 8 лет, когда ее родители утонули в море. После этого у нее был один выбор уйти в монастырь или стать проституткой. В 16 лет она исчезла из поля зрения и появилась лишь, когда ей исполнилось 20. Ее арестовывают за убийство стражника. Любопытная подробность. Джованни аудиторы защищала ее и выиграл дело, доказав, что имел место в простой случае самозащиты. Выйдя из тюрьмы, Паула открыла собственный бордель, чтобы защищать других уличных женщин, которым так же, как и ей, не повезло в жизни. Вот так вот. Пойдем. Подойди поближе, Этсел. Да, вот я сливаюсь. Упражняйся со мной сколько хочешь. Так, идем. Рассказывай. Из кучки в кучки. А это тут откуда? Ну, как ты так ходишь, чтобы быть? Ой, случайно. Ну, извини, извини, взял денег, чтобы я немножко. Ниш, все мало. Вот так. Подожди, ты отойдите. Видите, мы гуляем с дамой. Перешли сюда. И тем не менее, мы продолжаем идти. Откуда он? Мне это не нравится. Подожди. Я успел слиться. Опять и расстанется. Опа. Сидим, ждем. Еще один кондотер. Вот видите, беспалево сюда проходим. Так. Дам куда. Давай, давай. Мне бы плакаты бы найти, собрать. Либо глашатого подкупить. Потом прогулялись по району, смотрите. И вернулись в точку возврата. Давайте послушаем, что она нам скажет. Похвалит нас. Бене. Теперь, когда ты умеешь сливаться с толпой, я покажу тебе, как этим пользоваться. Научу тебя воровать. Так, зажмите и наткнитесь на человека, чтобы... Да какие-то я уже знаю. Ворд! Ворд! Эцио, если ты что-то украл, не стой с толпом. Помогите! Держите вора! Да сейчас. Ну? Как только обчистишь чей-то карман, сразу же уходи. Так, у пяти разных людей. Подожди ты. Вы тут прям выходите, прям, как раз. Можете идти, девочки. Это обязательно? Он такой невинный. Такой милый. Ути-ути, я потом приду к вам. Теперь, когда ты научился подходить к врагу, нужно подобрать тебе оружие. Что вы мне посоветуете? О, ведь у тебя уже есть ответ. Эй, мечи наручи моего отца. Откуда они у вас? Я использовала то, чему научила тебя. Они не в очень хорошем состоянии. Полагает, ты знаком с Леонардо да Винчи? Си. Но при чем здесь этот художник? Отнеси ему эти вещи, и увидишь. Глупец. Прежде чем уйти, могу я задать один вопрос? Конечно. Почему вы помогаете мне, чужаку? Я знаю, что такое предательство. Ой-ой-ой-ой-ой. Даже не хочу знать, что с твоей ручкой случилось. Так. Леонардо. Это лицо мне знакомо. Так, вот теперь-то. Давайте дойдем вот до сюда. Все-таки я хочу заполучить его сейчас, этот свиток. Сыпочки. Му-у-у-у. О, боже. Я умрелась, что это заказ для вас. Так. Нажмите, чтобы приказать. Жди. Идем. Я не понял. Забавный костюм. Сегодня же знал о маскарад. Так. Это какой-то благородный. Вот так вот. Блин, я вообще-то вас для других целей брал. Эй. Ладно. Сейчас разберемся. Так. Там страшно. Там тоже должны быть страшно. Да уйди. Боже мой. Вон они. Какой нелепый. Я его где-то видел. Странно. Пойдем, пойдем сюда. Сальвы. Нам сюда. Так, как мы можем пройти к этому участку? Ой, где нам еще далеко? О. Так. О, бомби! Еще один наемник? Он кажется ужасно знакомым. Давай наверх, наверх. Меня не за что не помычит, там! Дожи, подожди. От еще и камни у меня за что. Они за мной там бегут, нет? Так, лезут. Так, голубы. Место, да, обозначают. Вон, можно там спрыгнуть. Чем мы и воспользуемся. Оп! Ну, или так. Подальше, подальше. Псс! 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 Сейчас, подождите. Давай, 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 давай. Иди сюда. Так, вот на как-то натравить их можно? Можно. Минуту. Когда мужчина знает толк. Ко мне. Я урагаться. Я убью тебя. Стой здесь. Эй, я убью тебя. Смотрите вперед. Вы плохо видите? Забираем. Чтобы врача. Он живет прямо за Москвой. Эй, княр лаберканца! Тебя. Пусть. У меня есть необычный... Теперь, теперь, что нам надо? Теперь нам надо... Ой, пока я здесь, пока я недалеко. Открываем город. Подходите, друзья! Сегодня у меня... Давай, 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 давай. В раз, два, три. Вперед, вперед. Можно оставлять ухода в монастырь в любой день, кроме праздничной. Да, блин. Ладно. Мы нисколько не расстроились. Не вести себя так. А, ну, конечно. Снезавшим женщину. Замешан. Чего бы знал. Кто там и что замешан? Надо все вышки осмотреть. Так. Смотрим. Насколько мы продвинулись. Обзорная точка. Ладно, сейчас мы пропустим это путешествие. Итак, вот мы телепортировались. Что? Я просто моргнул. Я тебе моргну. Заходим. Привет. О, это аудитория. Не думал... Не думал, что снова увижу тебя. О, я совсем забыл о манерах. Э, добро пожаловать. Итак, чем я могу помочь? Я думал, не починишь ли ты мне кое-что. Конечно. Пойдем. Сюда. О, какой бардак. Я целый день искал. Так, сейчас я расчищу место. Хорошо. Давай посмотрим. Ну давай, художник. Поразительно. Не знаю, Этсо. Вещь старая, но довольно хитрой конструкции. Никогда не видел ничего подобного. Боюсь, что без чертежей я ничего не смогу сделать. Медиспьячер. Стой, стой, стой. Что ты делаешь? Этот текст зашифрован. Если моя теория верна, то, судя по этим рисункам, может быть, что... Может быть, что? Присядь. А, Леонардо. Не мешай гению. Если мы подставим буквы, а затем выберем каждую третью... И вот через какое-то время... А я задремал, да? Готово? Что, готово? Клинок. Мне удалось расшифровать твой пергамент. В нем написано, что нужно делать. Теперь нужно отрубить тебе безымянный палец. Вераменте? Извини, но это обязательно. Владелец клинка должен доказать свою верность оружию. Руби. Бене. Только побыстрее. Я пошутил. Когда-то этот клинок требовал жертв, но его переделали. Можешь оставить свой палец с себя. Ну так, там, где палец должен быть, выскакивал клинок. Невероятно. Это точно. Скажи, нет ли у тебя других страниц? Извини. Только это. Слушай, если тебе вдруг попадется еще одна, пожалуйста, принеси ее мне. Да без проблем. Конечно. Спасибо за то, что починил. Это стража Флоренции! Откройте дверь! Эээээ, минутку. Жди здесь. Как они нашли его? Вы Леонардо да Винчи? Все верно. Си, чем могу служить? У меня к вам есть вопросы. Разумеется. Так. Ушли. Ну? Нет. А в чем дело? Свидетель утверждает, что вы общаетесь с врагом города. Что? Я? С врагом города? Чушь. Когда в последний раз ты видел Эцу Аудиторе? Кого? Ну он Фарен Финто Тонто. Не прикидывайся дурочков. Мы знаем, что ты был другом этой семьи. Может это поможет тебе вспомнить? Ой. Что-то как-то на него говорить. А сейчас? Ну? Сейчас. Людей ему навешан. Вот так, потихонечку. Грация, Этсио. Извини, что так вышло. А ничего. И грубость меня не удивляет. А тело? Тащи его внутрь, к остальным. К остальному? Их дает мне город для опытов. Даже я охренел. Давай, быстрее. Давай, давай, давай. Вот так. Видишь? Никаких следов? Спасибо, Леонардо. За все. Пожалуйста, запомни. Если найдешь похожие страницы, принеси их мне. Если в них будут чертежи, я смогу улучшить твое оружие. Конечно. А теперь мне пора возвращаться к Пауле. Порджиле эмиэмаджи. Ну давай, давай. Страницы кодекса, страницы кодекса, кодекса, кодекса. А что, только одна пока страница. А, ну-то я забрал, а сливать. Ладно. Пойдем сейчас, у меня хоть какое-то оружие есть. Не-не-не-не-не, ты не знаешь. Никаких сеньор. Ужасно. Спокойно. Не надо на меня смотреть. Вы меня не знаете. Так, и что теперь? И что теперь? Теперь нам надо вниз. М-да. Только где? Вниз. Лечу у всех. Давай, давай. Ладно, иди. Отвлекайтесь. Давай. Вот так. А я пока возьму еще одну страницу кодекса. Больше, по-моему, здесь у нас нету, да, страниц? Так, что у нас? Письмо тут и драка. Ладно. Все. Идем. Так, это впереди. Вот, может быть, оружие нам продадут. Я высокие цены! Ремонт. Вау. Так, починили оружие. Нет, нет, нет. Если понадоблюсь, приходи. Хорошо. Приняружие искать, надо будет подбирать. Вот что. Это очень смешно. Так. Пожалуй, мне. Нет, что мне знакомо. Я уже видел его. Да, подождите. Где? 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 Кстати. Вон, видите? Небольшой значок. Вот он. Мы их потом будем собирать отдельно. Боже мой, это невозможно. Это же компьютерный код. Секунду, сейчас я скомпилирую его. Это зашифрованный файл. Конечно. Загрузи его в мой компьютер. У меня талант в дешифровке. Я не могу открыть его. Он совместим только с самим Анимусом. Давай, Ребека. Тогда отправь его до Эзмонду. Просто не верится. Блин, я не хотел сейчас их собирать. Наверное, ты знаешь меня под именем Объект-16. Слушай, у меня мало времени. Я должен тебе кое-что показать. Нам всем лгут. Все, что мы знаем. Все, что нас научили. Все это ложь. Хорошо. Я загрузил в компьютер файл с доказателями. Но я разделил его на 20 частей. И снабдил каждую пароль. Осторожность не повредит, да? А, королева Изабелла? А, нет, не она. Какой пароль? С века, а? С века, даже век не знаешь. Кто это такой? Пароль к первому файлу спрятан на этой странице. Найди его. Найди их все. И тогда ты узнаешь правду. Найду. Что за хрень? Как это оказалось в нашем анимусе? Ну, где это? А, блок памяти. Я перенесла блок памяти 16-го из Апстерга в анимус 2.0. Наверное, он взломал его, когда Видик оставил его одного между сеансами. Минутку. Знаки на стенах в Апстерга написано кровью. Это подсказки. Он говорит нам, чтобы мы искали их в анимусе. Получить доступ к файлу. Нет, выход, выход. Этим мы, я говорю, потом будем заниматься. Долго же тебя не было. Леонардо любит поболтать. Надеюсь, вы не только болтали. Я дала тебе знания, а Леонардо клинок. Осталось только сделать дело. Где мне найти Уберто? Мои девочки говорят, что вечером он будет на показе новой картины Верокьо. Это в церкви Санта-Кротча. Присмотрите за моей матерью и сестрой. Конечно, отцу. Я позабочусь о них. Вот и молодец. Поехали. Так. Так, так, так. Это предатель. Я глупый женщина. Я ничего плохого не хотела. Как бы мне это все обойти дело? Он там, за ним. Да. Вот так. Я могу поднять, нет? Нет. Но мне надо сваливать отсюда побыстрее. Ужасно. Ужасно. Да. Очень. Я с вами согласен. Ужасные были времена. Так. Мне надо наверх. Да. Разве это не опасно? Поднимись. Оп. Все понятно. Мне надо просто наблюдать. Сразу-то не сказали. Ты снова об этом? Ты перешел все границы, Уберто. Тебе ли говорить о границах, Лоренцо? Не ты ли присвоил титул принца Флорентийского? Это неправда. Конечно. Ты всегда чист. Как удобно. Что ж, теперь мы знаем, сколь велико твое влияние. Точнее сказать, ничтожно. Это был важный урок для меня и моих союзников. Да. Твои союзники, паццы. В них все и дело, да? Остерегись, Лоренцо. Такие речи – путь к ненужному вниманию. Контрольная точка достигнута. Следуйте. Вон, кстати, смотрите, вон еще один знак. Подождите, вы обнаружили, а я не должен быть обнаруженным еще. А я думал, просто перебить их. Ну, по крайней мере, так я думал сначала. Громилы опасные враги, это мы знаем. Найдите в группу людей, чтобы смешаться с толпой. Откуда ты такой взялся? Пойдем. Отходите, друзья! Свежая овечья моча и припарки из розмарина для ваших мозолей. Они хоть пойдут туда, нет? Я знаю, что сделать. Ну, теперь можешь повеселиться. Давай. У него неплохой портной. Гвардате, гуанта! Такие, заходим. Добрый вечер, Гонфланьяр. И вам того же. Полагаю, вы веселитесь от души. Да. Стараемся отвлечься от этой неприглядной истории с семьей аудиторы. Подумай только, ведь Джованни был мне... ...как брат. Не вините себя. Кто мог знать, что он задумал такое злодейство? Надо вычеркнуть имя предателя. Так, вот так вот предателя вычеркнули. Они решили им помоюсь. Ты бы поступил точно так же, дабы спасти тех, кто дорог. Да, верно. Так и вышло. Аудиторы не погибли! Еще остался я! Я! ЭТЦЁ! ЭТЦЁ Аудиторе! Так, вот. Ты кричит, кричат, кричал. Ассадин! Подождите вы. Бежим! Раз, раз. Вот и все. Вот мы и свалили. Все. Идем. Сюда вход воспрещен. Уходи, беги, беги. Опа! Вау! Блин. Ничего страшного. Уйдите вы. Прошу вас. Я убедусь. Я убедусь. Куда отправишься. У моего дяди Марио есть вилла у Монтери Джони. Тебя по-прежнему разыскивают, Эдсоо. И что же вы предлагаете делать? По всему кварталу развешаны плакаты. Если их сорвать, то все быстрее забудут про тебя. Кроме того, подстрекают народ глашатой. Подкупи их, и они не станут говорить про тебя. А еще ты можешь заняться теми, кто оговорил тебя. Они поступили с честью ради денег. Никто не пожалеет о таких людях. Разберись хотя бы с одной помехой, и сможешь спокойно уехать. Да, без проблем. Сейчас перережу половину населения. Не сейчас, конечно. Конечно, не сейчас. Позже. Я добавила программу, которая отслеживает уровень твоей известности. Этот индикатор поможет тебе оценить, действуешь ли ты инкогнито. Это подскажет, когда нужно быть осторожнее. Индикатор позволит тебе узнать, является ли этот уровень известности частью воспоминаний ЭЦО. Так. И убивайте чиновников. Ну вот, на соседнюю улицу пойдемте. Где плакат? Вон он. Вот, пока никто не видит. Срывай. Это новый способ знакомиться. Смотрим. Ну вот, вроде. Неплохое местечко, да? Подкупить. Не знаю, о чем он думает. Просто денежки потратить придется. Ну, ничего страшного. Денег у нас пока хватает. Вот тоже где-то тут. Он убивает ради забавы и не щадит никого. Его следующей жертвой будете вы, ваш отец. Так. Договорились. Внимание. Прадонатон напоминает всем добрым христианам о долгии милосердия. Пожертву не можно оставлять у входа в монастырь в любой день, кроме праздника. Где-то тут, вон. Видите? Воспоминания. А, это перо, нет. Подождите. Так, сюда. Давай, давай, давай. Все, взяли. Здесь не только перо должно быть. У тебя что-то маленький, да. Все. Вот и все. Если что, возвращайся. Без проблем. Грацио, сеньора. Сеньор. Подмосковь, это хрен, ты поймешь, что. Итак, сейчас я простой гражданин, могу бегать, где хочу. Хоп, поймал. Странно, очень. Все, видите, я спокойно. Я гражданин. А гражданину надо, они уже запарили меня без оружия. Нет, нет, нет. Какие-то бедные. Если что, приходи сюда. Как-то вы не так живете. Блин, надо было тут соседнюю улицу всего лишь. Ага. Помним. Ага. Бен Торнато, Эцио. Ты добился своего? Да. Мама? Эцио, где ты был? Они не отпускали нас, а мама... Ах, она не произнесла ни слова с тех пор, как мы ушли из дома. Но отец все уладит. Где отец? Где Федерико? И... Петруччо? Хм? Случилось... Несчастье. Ты о чем? Обо всем. Нет. Это невозможно? Клаудия. Нет, 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 нет. Я сделал все, что мог, Печина. 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 Послушай, сейчас самое главное укрыться в безопасном месте. Но если ты не будешь держать себя в руках, ничего не выйдет. Понимаешь? Си. Си. Очень хорошо. Ты позаботишься о матери. О, я, я. Позабочься. Тогда мы готовы. Еще раз спасибо тебе за все. Береги себя, Эцио. Будь осторожен. Верю, тебе предстоит долгий путь. Я к тебе еще приду. Потом. Идиан. Так, сейчас-то мы... Проваливай. Управление союзниками, мы же не разыскиваем. Скажет тиран, что за дьявол идет? Там, бояться некого. Его предстоит. Поборник же правды удар нанесет предопределенной судьбой. Удей. Тебе. История это про смерть от клинка. Я тебя еще и без денег оставил. Дальше танцы возле меня. Иди отсюда. Отойдите вы. Отойдите вы со стражей и кулусы надерет. Так. Ну вот мы и дошли. Пойдем побыстрее. Неплохо. Музыкантов прошли, да? Самое бесячее такое. Опа. Покажи им. Давай. Прямо всю стражу утащили. И вопросов никаких не возникло ни у кого. Это мне нравится. Как же такое могло произойти? Не ведаю. Без лошадей мы вообще вернемся. Эх, знать бы. Да, да, да. Так без лошадей уходим. А что станет нашим домом? Я не знаю. Их... Их похоронили как подобает? Да. Достойно. Столько вопросов. Так, сейчас я чувствую... Так, память синхронизирована, последовательность 2 завершена. Реальность уходит. Меня наоборот в реальный мир выкидывает, скорее всего. Нет? А, нет, смотри-ка. Это поместье моё строится. Паскан. 1476 год. Ну, где-то же какие-то небольшие там лазают. Ну что ж, раз это моё... Мой родовой замок. Надо его облагораживать. Мы подъезжаем. Грация, билл. Подъезжаем. 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 Не отставай. О, людишки. Бонжорно, Этио. Как ты мог уехать из Флоренции, не попрощавшись? Этио! Чего ты хочешь, Вере? Дай-ка посчитать. Большой дворец, двух новых скакунов, красавицу-невесту. Ах, да! Ещё убить тебя. Ой, много хочешь? Твои соболезнования в связи со смертью родных. На. Кто же теперь о тебе позаботится? У меня такие планы на твою мать и сестру. Ох ты, нифига себе. Сейчас я тебе дам планы. Мне надоела эта игра. Прикончите его. И не щадите женщин. Планы у тебя, да? Что это за колдовство? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не колдовство, малыш. Талант. Ну, покажись. Как угодно. Вот, возьми это. Убейте их! Убейте всех! Да быть не может. За что? Ещё убежал. Я передать что-нибудь своей подружной. Ой-ой-ой. Подавай, что это плохо кончится для вас. На. Вот тебе так. Зарубил. Вот это уж не вставай. Пародия. Подожди. Дальше-ка я расправлюсь с этими негодяями. Благодарю. Оставьтесь себе яйцо. Разве мы знакомы? Ты не узнаёшь меня? Это же я, Марио! Дядя Марио? Давно не виделись племянами? Нет, Сантехо. Давно. Я слышал о скандале во Флоренции. Супер Марио, Патруль. Ужасно. Пойдём, стоит увезти вас подальше отсюда. Ну ладно, Растой. Пойдём. Показывай дорогу. Рассказывай мне всё. Отца казнили за предательство. Федерико и Петруччо тоже. Потом они пришли за мной. Ты знаешь, почему? Нет, дядя. У меня есть только список имён. Он был у человека, который хотел моей смерти. Не могу поверить, что их нет. Не волнуйся. Мы во всём разберёмся. Мне бы твою уверенность. Не отставай. Давай, мы уже почти пришли. Уверен, тебе понравится в Монтериджоне. Я думал, что Монтериджоне враждуют с Флоренцией. Сейчас да. Через год они будут союзниками, через два снова врагами. И так раз за разом. Я бросил все попытки их понять. Здесь живут честные, работящие люди. В наших лавках только простые товары. Зато они добротные и надёжные. Церковь здесь тоже есть. Про это вроде бы неплохой человек. Но я не часто хожу к Мессе. Ты знаешь, что вилла-аудитория была построена почти 200 лет назад. Её построил мой прадед. Он был странным человеком и многое скрывал. Посматривай по сторонам. Может быть, тебе доведётся раскрыть пару его секретов? Из-за всех этих междоусобиц она немного обветшала. Всё, думаю, что давно пора привести её в порядок. Но на ремонт вечно не хватает ни времени, ни денег. Что ж, такова жизнь, верно? Штрих-пот. Вот мы и пришли. Каза, только каза. Ну, что скажешь? Должен признать, впечатляет. Думаю, она видала и лучшие дни. Поверь, я бы вернул старушке прежний блеск. Будь на то время. Так, осмотр мы закончили. Теперь нужно подобрать тебе заряжение. Мои люди на рынке ждут тебя. Иди туда и возвращайся, как закончишь. Тогда и приступим. Приступим? С этим без проблем. Разве ты приехал не подучиться? Нет, дядя. Я просто сбежал из Флоренции. Но я собираюсь увезти семью ещё дальше. А как же твой отец? Он бы хотел, чтобы ты довершил начатое. Начатое? Отец был банкиром. Постой, он ничего не сказал? Я понятия не имею, о чём ты. Вау! Союзник потерян. Вот тебе и прыжок. Блин, я думал, можно так? Не обязательно всем разговаривать. Громил опасные враги одеты в прочные доспехи. Мы там и знаем. Как нам надо в зелёный переодеться. Зелёный красивый, успокаивающий свет. Заново, ёж ты, ёмар. Рассказывай мне всё. Давайте телепортируем. Отца, кольц. Думаю, она видала и лучшие дни. Поверь, я бы вернул старушке в прежний блеск. Будь на то время. Будет. Так, осмотр мы закончили. Теперь нужно подобрать тебе снаряжение. Мои люди на рынке ждут тебя. Иди туда и возвращайся, как закончишь. Тогда и приступим. Приступим? Хорошо. К чему? Разве ты приехал не подучиться? Нет, дядя. Я просто сбежал из Флоренции. Но я собираюсь увезти семью ещё дальше. А как же твой отец? Он бы хотел, чтобы ты довершил начатое. Начатое? Отец был банкиром. Постой. Он ничего не сказал? Я понятия не имею, о чём ты. Макеми комбини, Джованни. О чём ты только думал, Джованни. Чего бы начать? Сходи на рынок за снаряжение. Время подумать. Но. Безо всяких но. Поговорим позже. Вот тебе немного денег на расходы. Давай. А если захочешь отдохнуть, в твоём распоряжении комната на верхнем этаже виллы. Хорошо. Вау. Почти два косаря до. Ничего. Так. Ваш доход. Да, это мой доход. Так. Плавное, оставим пока. Что мы имеем? Так, в Юпитере мини-Авро. Ага, тут нету ни хрена. Ладно. Нам надо сюда. Вот сюда. Да, подойди поближе. Взял. Так, где вторая? Это идёт что-нибудь? Опа. Да, опа. Блин. Он должна быть опаздывая. Она должна быть красавица. Ещё какая? Чтобы знал. Так. Что, не здесь? Ладно. Пройдём-ка. Так, это мы на каком здании? Подождите. Вот. Здесь собрали. Пересекаем улицу. Подходите, друзья. Сегодня у меня свежие пиявки. Сейчас. Подожди. С пиявками. Опа. Самое интересное, это он там, на церкви. Блин, постоянно искал её, всегда внутри церкви. Она снаружи, вот она. Осталось-то немножко. Подождите. Что ты в бутылку-то лезешь? Так. Где-то тут. Есть тут что-нибудь? Вон пиявки. Нет. Подождите. Где у нас церковь? Вот церковь. А в церкви у нас... Здесь есть? Не понимаю. Где-то здесь она должна быть. Так. Если тут церкви смотреть... Залазь. Вон она. А разве у нас не действует законопреживание? Где-то там была. Тихо-тихо-тихо. Не ты обезьянка? Не надо тут обезьянка. Тут нет. Сюда. Сюда-сюда. Это тут она должна быть. По идее... Посмотрим. О, вон она. Я видел, где она мелькнула. И последнюю глянем. Собрал я ее, нет? Точно не помню. Она вот здесь вот тоже. Внизу была. Вот как внизу, ну вот здесь вот. Вот я тут еще и сундучок. Да уж, он проворный. Да, я такой. Поймал. Это было. Такие игры у меня. Так. Да, ничего страшного. Честно, не помню. Брал я и тут нет. Что на вас нашло? Кальма! Рук! Спокойно. Разве это законно? Ах, не мое дело. Вот она. Должен был вроде бы как все собрать. Теперь купим снаряжение. Берем по весу. Дорогие клиенты, я просто... Ну, доспехи. Поживые наколенники, конечно. Чинить все. Короткое оружие появилось и кинжал. А вот этого и кинжал это не было. Бои припасов, по-чему, не он есть. Расскажите обо мне своим друзьям. Лекарство, ну что, за одной таблетки идти? Смысла не вижу. Подожди, хотя тут... Показываем, что надо здесь. Медицинская помощь. Поэтому лекарство, ладно, возьмем, давайте. Если вернешься, то я буду здесь, если понадоблюсь. Возвращайся. Показываюсь. Подождите. Движение. Кипа врагов, особые приметы. Напашный бой. Если понадоблюсь, приходи, я почти всегда здесь. Возвращайся. Недавно мне повезло, и я нашел новых... Давайте расставим статуэтки. Наш городок будет процветать. Пусть он маленький, пусть небольшой. Но он будет процветать. Опа! Я что-то взял. А я просто хотел на них посмотреть. Так, Нептун и Плутон. Два брата, один на глубине, второй в конце времен. Неплохо. И статуэтки-то со вкусом сделаны. Ну, естественно, для собирателей это деньги на халяву. Еще. Вау, Венера и Зевс. Скорее всего, так. Сейчас посмотрим. Почему Олимп, а ну Италия, ну-ка, правильно. А Юпитер и Миневру? Вообще не угадал нигде. Ну ладно. Сидит царь всего Олимпа. Юпитер, а рядом с ним стоит мудрость, направляющая его так. Почему? Всего Олимпа-то там Зевс был. Юпитер это бог войны. Так что не надо тут. Горбатого-то лепить. Историки. Так, я даже не знаю. Аполлон и... И я даже не знаю, что за бабу с дубинкой может быть. Сейчас посмотрим. Диана и Аполлон. Ну, Аполлон, так правило. Диана, они вместе, но никогда не соприкасаются. Пока один бодрствует, другой спит. Но оба наблюдают за нами. Там созвездие какое-то, наверное. Больше походит к нему. Загадка. Так. Ну и последний статуэтки, но не последний под название. Ну, точно Венера. Такая стыдливая, красивая. А это, ну, может быть, Геркулес. Я не знаю, вой. Марс и Венера. Ну, Марс, тоже бог войны, вообще-то. Венера-то ладно, хоть угадал. Бог силы и ярости наслаждается красотой своей возлюбленной. Нежным прикосновением она рассеивает его. Вот так вот. Так, теперь у нас что, тренировочный бой должен быть. Пойдемте. А тренировку... Ну? Не волнуйся. Надолго мы здесь не задержимся. Я скучаю по нашему дворцу. Вот тебе, целый королевство тут. В миниатюре. Что тебе еще надо? Все тебе мало. Жадничаешь. Я так не жадничу, как ты жадничаешь. Ну, давай. Салют-то, дядя. Я сделал, как ты сказал. Быстро обернулся, Бен Фатто. Отлично. Я научу тебя драться. Учи. Нет. Я же сказал, мы уезжаем. Этсио, ты едва справился с Вери. В дороге ты недели не продержишься. Если хочешь уехать, пожалуйста. Но я хочу, чтобы ты уехал готовым к драке и способным постоять за себя. Ну, так могу. Сделай это хотя бы ради матери и сестры. Ладно. Оттиму. Как вообще можно отказаться от того, что тебе предлагают бесплатно какой-то навык, умение? Да, махать мечом ты умеешь. Но с наскока бой не выиграть. Нужно еще прожить до поры, когда выпадет шанс атаковать. Я научу тебя уходить от ударов. Ты сказал, что мой отец не заурядный банкир? Полагаю, что утаивать нет смысла. Этсио, твой отец был ассасином. Говорю тебе, он имел дело только с бумагами. Так. Эли, я показал тебе, как избегать атак противника. Теперь я научу тебя, как обращать их себе на пользу. Давай. Вся эта история про тамплиеров и ассасинов похожа на сказку. Записанную загадочными символами на старом листе пергамента. Откуда ты знаешь? У тебя отцовский клинок. Я подумал, что он отдал тебе и страницу, и кодекс. Подожди, я не понимаю. Кодекс в центре. Давай, действ! Покончим с этим. Куратио. Подожди. Это наш символ веры, если угодно. Твой отец полагал, что в кодексе закрытыми тихие, тайно способны изменить мир. Быть может, поэтому там ассасины, камплиеры, кодекс. В этом нелегко разобраться. Сними шор и открой глаза. Не забывай, что не истинно. Все возможно. Вот так. По орехам. Понятно. Торопись. У меня встреча с подружкой. Не стесняйся. Ну, дразнить врагам мы научились, только люлей тоже получают. Ты делаешь успехи, Эдсо? Сегодня я научу тебя выбирать позицию во время боя. Иногда то, где ты стоишь и как двигаешься, решает все. Давай, учимся. Я заметил, как ты роешься в моей библиотеке. Ну что, теперь ты мне веришь? Да. Мой отец был ассасином. Ассасином. Но к чему такая таинственность? Ты слышал про тамплиеров? Это рыцарский орден времен крестовых походов. В хрониках сказано, что этот орден распустили во фаре почти 200 лет назад. Но это не так. Тамплиеры просто ушли в подполье, и там продолжают творить свои черные дела. Потанцуем? Ненавижу такие. А мне тебя никак не схватить, да? Ты слишком опытен для этого. Обошли. Отлично, племянник. Теперь ты сможешь постоять за нас. Просто к старинке. Спасибо, дядя. За все, что ты мне дал. Это мой долг. Ведь мы же одна семья. И я рад, что задержался. Отлично. Ты передумал. Через три дня мы отплываем в Испанию. Но, племянник, я учил тебя всему этому, чтобы ты смог победить наших врагов. И я смогу, если они нас отыщут. Ты хочешь сбежать, отцу? Отречься от всего, за что поролся и погиб твой отец? От своего наследия? Хорошо. Комывай. Аривидерчи. Желаю удачи. Прощай. Дядя, постой. Чем он так расстроен? А как ты думаешь? Вьерри досаждает нам со времен твоего приезда. Ну, этого следовало ожидать. Учитывая происхождение. Эх, дядька, дядька. Извини, сиди. Он к тебе со всей душой. А ты, козлина неблагодарный. Дядя! А где же все? Уехали в Сан-Джиминьяно, чтобы убить змею в Ере. Я поеду за ними. Все, что тебе нужно, в конюшне. Так. Так, 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 ладно. А что мне здесь все делать? А, наверх! Вот куда мне надо. Давай-давай-давай. Точно-то со своими перьями, блин. А, перья его уже повесили. Точно, у него нет теперь перья. Теперь якобы в память о нем. Чтоб мальчик говорила. Посмотри на нее. Вот, все. Я не могу ее разговаривать. Она все дни и ночи проводит, глядя на перья, который собрал Петруччу. Она не может забыть о нем. Я не знаю, что делать. Не волнуйся. Ей станет лучше. Никакой благодарности. Не получится. Она просто заговорит, если перья заберешь. Дет мне нехорошо. Дела посерьезнее творятся со своими пулицами, деревьями. Надо. Пойдемте, у меня там дядька в опасности. Так, это тренировка. Нет. Некогда нам. Так, у нас. Есть оружие. Так. Вот так вот. Оружие. Так, один, два, три, один, 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 три. Ладно, давайте купим по одному сначала. Чтоб они у нас были во стендах. А вот этот. Вот этим будем пользоваться. Доспехи. Конечно. Все покупаем. Боекрипасов пока нет. Удачи, сенью. Спасибо. Все. Так, пилюлькины мне пока от вас ничего не надо. Извините, дамы и господа. Мне придется покинуть Ваш процветающий городок. Подожди, подожди, подожди. Лошадка. Кто там это? Как вот? Хемщик не гони лошадей, да? Вам некуда больше спешить. Что это оно? Как только это пещерка вам. Поехали. Сколько интересных знаков? А, это новое. Конечно, принять. Новая территория. Сейчас мы на ней полазим. Да, подождите вы. На. Вон он. Не упустите. За что вы меня так? За то, что я у вас на лошадке переехать сегодня очень хотел. Деревенщина. Я вам дам деревенщина. Так, у меня где-то должно быть... Ага. Ладно, ставлю пока на паузу. Так, здесь я запущу небольшое видео. Потому что случайно открыл. Видите, треугольничек. И так получилось. На одной из башен я-то открыл. Давайте на карте покажу, где. Вот здесь. Итак, продолжаем. Идем по миссии. Дядюшка. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ты здесь делаешь? Учусь ответственности. Вьере досаждает тебя из-за меня. Вьере досаждает нам, потому что он тумплиер, а мы ассасины. Пусть так. Но я хочу помочь. Ва-бене. Тогда слушай. Сначала нам нужно попасть в город. Но, похоже, Вьере нас поджидает. Он запер ворота и поставил к ним своих людей. К счастью для нас, людей у него не так много, и южные ворота плохо охраняются. Туда и нанесем удар. Пронти? Да. Без проблем. Идите за Марио. Пойдем. Баста, амиков, мы ведь друзья. Так. Толпа. Ну, я бы мог бы тебе помочь, так, конечно. Мое место, уходи. Влезай, или я буду за... На. Хорошо. А как метать у него жито? Сейчас. Так. На. Ой-ой-ой. Получил. Так, у меня пока никто не видит. Давай-давай. Открываем ворота. Помощь вам. На. Отдайте, господа, его. Открываем. Вот так. Ну, все, пойдемте. Я тут еще ходу, только... Хорошо, это ему взорвать. Сюда, парни. Ну, хорошо. Отвлеки этих стражников и не дай им поднять тревогу. Тогда у меня будет время на то, чтобы найти и заткнуть рот Вьерри. Ва-бэне. Постой, племянник. Возьми с собой моих людей. На всякий случай. Когда разберешься с ними, возвращайся ко мне. Что задумал Вьерри? Никто не знает. Без проблем. Но что ты его напугал? Иначе как объяснить все эти патруны? Давай. Трое у меня. Остальные на вас. Тихо. Ложки-картошки подрубили. Тихо-тихо. Обычное имя. Так. У меня 300 сабель для кого-нибудь. О-о-о. Теперь тебе не надо держать все равновесие. Нажали мы с собой. Нажали мы с собой. Другой. Пойдем. Уходим. 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 Наступит время. Очищен. Дается родная. На экстазе пылая. Эть, что? На твоего дядю напали. Ему нужна помощь. Иди к нему. Без проблем. А, племянник. Вот и ты. Похоже, что возникло неожиданное сложение. Люди звери напали на нас из засады. Теперь нам придется разбираться с ними. Поэтому я хочу, чтобы он был удачный нашел. Найти эту змею. Покарай. Пошел. Покарай. Да. 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 Коп. А, не пойди. Ага. А, не бегут. в чем дело подождите меня же разыскивает а вы даже и не в курсе кстати это мне поток понадобится в данный момент не разблокировали мы предполагаемо меня ищут я понимаю смысла мне отмаскироваться нет нету и вперед вперед тебе здесь не место мы знаем давайте посмотрим нашем квартале замечен опасный преступник еще немножечко до оказывается можно сбить послать папа и все чист перед закону да я здесь я уже иду смотрим не к небольшое видео итак слушайте в ере ты остаешься здесь и командуешь мерченари франческо собирает наших людей в городе и сообщит когда придет пора удара якопа твоя задача успокоить горожан когда все закончится а этот у браконы марио он продолжает досаждать боюсь он разгадает наши планы от него одни неприятности как от его брата ублюдка отец позволят править его к братцу когда закончим у нас еще будет время чтобы разобраться с этим рефьюти так еще вопросы есть не бен да направит тебя отец понимания да направит тебя отец понимания команданты команданты что марио аудитория пробрался в город он ищет вас так не заставим его ждать оружию а только мне вон куда надо вытянул перерезал горлышко вот так застойте почему у меня оружие-то положу получил вот такая обманучка что вы задумали вы и ваши прихвостни мой отец об этом узнал за это вы его убили прости но ты и правда ждешь моей исповеди петь суды мерды кусок дерьма чтобы ты еще помучался по делам тебе досталось да чтоб тебя уважение уважение после всего что было ты думаешь он бы проявил снисхождение к нам ты не вери не будь ему подобным пусть смерть поможет тебе обрести покой покойся с миром возьми это прочти когда будет время дело сделано пора возвращаемся на виллу подожди ночью получим пояс для ножей насильно телепортирует письмо получила вы научились метать ножи конечно я же гений своего дела бросайте деньги нажимаю чтобы привлечь внимание хорошо будем бросать швыряться деньгами поделки надея не стесняйся отметим все-таки как правильно сказать штуку-ту запечатлеть так ладно власть не погибает она переходит от однако так гону так разгадывать мы не будем сейчас потом когда все соберем уходим 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 потихонечку аккуратно ну дядька рассказывать что-то мне хотел вот он наш кампион и это здравствуй я вижу вы не теряли времени и стали праздновать почему бы и нет ты оказал нам большую услугу малыш перри мертв и теперь в летоскана вновь будет мир знаешь что это значит баста лавраре сипаса тут то и джорну а бере бутан а что правда это давай пройдемся до дядя пошли пошли пацаны работают на некоего испанца это родриго борджа один из самых влиятельных людей во всей европе предводитель ордена тамплиеров значит именно он виноват в смерти отца и братьев да а при случае он постарается убить и тебя значит мне все равно придется сразиться с ним но только после того как мой меч сразит остальных темплиеров последую списку отца куда ты отправишься теперь во флоренцию франческо пацца разделит участь своего сына звучит разумно не сомневаюсь враг замышляет недоброе ладно хватит на сегодня о грустном если понадоблюсь я буду у себя в кабинете хорошо нужно прочитать письмо которое дал дяде так ну давай прочтем миссар франческо я поговорил с вашим сыном я согласен с вашей оценкой но лишь от счастья да вере дерзок и склонен к необдуманным поступкам кроме того он имеет привычку обращаться с наемниками как с игрушками по моим сведениям из-за этого были искалечены по меньшей мере три человека но я не считаю что он как вы выразились окончательно испорчен более того я полагаю что его легко исправить он часто говорит о вас и жаждет вашего одобрения его выходки лишь следствие его неуверенности в себе я полагаю что этими своими поступками он хочет добиться внимания ему нужна ваша любовь распоряжайтесь этими сведениями как вам будет угодно однако я прошу позволения прекратить эту переписку если он узнает о содержании наших бесед моя жизнь будет в опасности искренне ваш фра Джоконда ну прочитали мы так что мы имеем здесь рассказывай знакомы да страницы кодекса да твой отец нашел и перевел несколько страниц незадолго да вот тут потрудился не твой отец перевод сделал некто другой леонардо да винчи мой друг видишь как слова переходят с одной страницы на другую за всем этим что-то скрыто какая-то карта и куда она должна привести нам с твоим отцом удалось разобрать на этих страницах отрывки из пророчества его записал один ассасин которому когда-то принадлежала частица эдема его звали альтаир он говорил что под землей спрятано нечто древнее и могущественное и что же верно мы собираем эти страницы именно для того чтобы разгадать эту загадку позволь я помогу пришло время продолжить дело отца мое дело я начну со страницы которую забрал в ере леонардо расшифрует ее дэнни возвращайся когда будет время и мы повесим ее на стену хорошо теперь чё тут сестра если не ошибаюсь поднимаемся наверх кстати да по совершенно случайной причине я собрал эти грёбаные перья это не мне не нужно это случайность и приобрел немножко картин так видите хоть немножечко да пока что лучше чем не как пока что вообще как правильно объяснить как правильно объяснить так вон туда мне надо посмотреть зачем я же уже смотрел побывал там что задание есть зайдем еще разу я уже начал облагораживать это поселение я еще что осмотреть осмотрись ух ты страница кодекса так просто лежит никем не охраняемая прикольно вау еще одна это приятно просто подойди и возьми потом как принесем всю эту тучу ли она вон как охрене и там переводить так у нас а вот еще две страницы ладно сюда сюда разве у нас разве у вас вас хоть бы припасы можно покупать это ими не очень-то часто пользуюсь ой 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 а прыгать найдено страниц кодекса это только здесь мы нашли вроде мы уже собрали не то что открыто по крайней мере так лошадка поехали сюда отдельно лежит где-то тут еще еще не доскакал он на того домика наверно перепрыгнул кто здесь живет в домике что поведение но хотелось бы мне хорошо расшифровать обратно обратно через забор не перелезь а тут плохо окружную приходится скакать это моя крепость реально крепость стены все как полагается скажи лошадке спасибо да нет слазь и пойдем не стесняйся бежать долговато немножко забежим в дом вот с ней поговорим привет клауди наш дядя просто козел это возмутительно что случилось он заставляет меня работать если бы отец был жив он бы этого не допустил на каких же условиях дядя тебя так сказать поработил поскольку кто-то захотел чтобы мы остались здесь марио решил что мы должны найти деньги на ремонт виллы беда в том что денег нет я могу добыть немного денег отлично значит меня ждет еще больше работы бенисимо работа когда ты начнешь восстанавливать город и я буду делать записи обо всех работах и платежах и еще обо всем что ты принесешь в дом мне все равно нечего делать если ты приведешь этот город в порядок здесь начнут останавливаться путники но кто поедет в такую глушь а уж если поедет то заработанное золото я буду складывать в этот сундук ты должен лично брать его и передавать в банк иначе сундук наполнится и я не смогу класть туда деньги и заберу их себе понятно по рукам понятно и так лавки так понятно вот он инженер здравствуй здравствуй дорогой банджорно что-то не так марио нанял меня навести здесь порядок но я архитектор они чудотворец чтобы отремонтировать эти здания нужны деньги а если кто-нибудь даст тебе денег тогда я берусь за дело ты должно быть эдсо я прав все верно дядя мне нравится этот архитектор он становится очень внимательным когда чуя как же мне работать без денег вот мои расчеты стоимости приносить деньги говори что нужно сделать и я тут же примусь за работу если я построю лавку то ты как землевладелец сможешь покупать в ней товары со скидкой вложишь больше денег больше будет у скидка что же касается ремонта зданий о ты вдохнешь новую жизнь в город и виллу марио говорит что это очень много значило для твоего прапрадеда после постройки лавок и ремонта в город станет приезжать больше людей и твои доходы увеличатся и так посмотрим на мои проекты смотрим торговец с картами ради бога пусть торгуешь банк как же мы без банка то куда будем деньги то отправлять все банк сделан так с чего нам деньги то иметь до бордель вообще последнее дело это у нас чё ну конечно врачи очень нужны рабль партняшка это специально по заказу тех кто со мной воевал шахты ну хочу шахты открытие шахты величественной города и все что казармы ну пока денег хватает на гильдия воров и колония воров и воров подождите все вроде бы он я дел преобразился пойдемте чтоб он охренел там здравствуйте мальчик мой пришло время кое-что показать тебе покажи покажи я следом я следом давай пойдем это святилище мой прадед построил его чтобы хранить тайны ордена ассасинов посмотри посмотри вокруг это ассасины которые защищали человечество когда ему угрожала опасность а это доспехи альтаира мы мало знаем о его жизни но его броня очень легкая и прочная я бы отдал ее тебе но не знаю как ее достать прадед говорил что доспехи останутся под замком пока не станут целыми все их защитники ходят слухи о том что эти шестеро были похоронены в гробницах полных сокровищ в разных частях Италии возможно они как-то связаны с этой загадкой в дни моей юности я сам их искал но безуспешно может тебе повезет больше чем мне может быть ну как может быть тебе нужно добыть эту броню чтобы полностью синхронизироваться с Эцио сделаем а подожди подожди все шесть да ладно тут никаких надписей нету нет надписи нету никаких ваш доход 0 ну правильно еще же ничего не произошло его деньги там будут поступать ну зато я пока все прокачал у меня такой красивый городок зелень люди довольны богато живем давай недалеко в прошлом боеприпасы боеприпасы так короткое оружие стилет отражение правда минус 2 ну давай возьмем посмотрим оружие молот молот у меня какой у меня старый сирийский меч давайте давайте молот возьмем купер но будем носить если если понадоблюсь приходи блин ему вот подождите он девчатки ходят где сирийский меч как мне обратно ты его сделать я просто его купил за что я была носил древняя комната с оружием древняя комната с оружием спойки молота ну-ка вот он так старый сирийский меч вот это молот туда ушел учетом на на голову ходишь взяли взяли так доспехи доспехи возможно есть немного прокачивать но на плечи есть все все починила удара шоу спасибо грация друзья сумки подожди сумки я не тут покраска одежды потом подожди зеленый такой или зеленого такой нет метам не идет тосканский изумруд или тосканский янтарь янтарь я думаю вот этот вот все теперь вот все которые вы хотели зелененький видео только так сразу так лекарство скоро вам станет лучше не сомневаюсь картины картины приобретаю чтобы мать сестра ходили по дому радовались картину идеальный город карта сокровищ или карта сокровищ есть спасибо заходите еще так и куда мне надо то флоренции ну ладно давай флоренцию теперь выходим направо скакай скакаемой скакун скакай и уходит в точку конечно принять флорица вот такой красивый да зеленый цвет мне нравится мне нравится так надо отнести то что мы добыли кстати сейчас посмотреть может еще что добыть можно я думаю этого будет неинтересно как я их добываю эти карты а ну давайте отнесем сразу тогда раз мы перед дверью появились эцио ты еще жив а то ну надо же видимо последние пару лет тебе сопутствовала удача обижу я ты сильно изменился я надеялся что ты поможешь мне в одном деле для тебя все что угодно ах 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 ты нашел еще одну невероятно я кучу их притащил с этой будет нелегко тут воспользовались древними языками умно может если я о о но похоже это своего рода руководство для убийц я взгляну постой что это на этот раз это не чертеж а просто несколько рисунков как же в этом разобраться хо хо ну конечно почему бы и нет вот это мысль можешь его сделать пока я осваиваю приемы из этого руководства забирай я прикажу помощнику поставить несколько манекенов чтоб ты мог потренироваться эй венченцо венченцо ну-ка быстро мне тренажер устроить так мишени у нас установлены вот так я хотел сделать пока не получалось видимо навык еще не было такого развита начнем вот с этого затащил так так залазь копа получилось и вот она прыжки на красиво сделал исполнил давай я все сделал ты что сделал у меня вышло иди сюда посмотри возьми ее испытай спасибо леонардо но мне нужно кое с кем повидаться пока я здесь но я не могу сделать это на публике ты не знаешь как бы мне ляболь лис кописка не знаешь где здесь водятся лисы возможно недалеко от меркато где живут воры статент амико спасибо тебе так страницы кодексы появляются на карте когда вы добираетесь до точки обзора соберите все чтобы открыть 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 ну что ж на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите на колокольчик чтобы знать когда вышла новая серия и теперь а и и и и и и и и и Продолжение следует...